В Москве в Марфо-Мариинской обители Милосердия проходит празднование в честь юбилейного года святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны. Отмечается 155 лет со дня её рождения. О том, какие праздничные мероприятия здесь уже состоялись, и о том, что ещё предстоит, в нашем следующем сюжете. Святая преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Фёдоровна. Жизнь гессендармштадтской принцессы, принявшей православие и основавшей в Москве Марфо-Мариинскую обитель Милосердия, стала образцом истинного служения ближнему. Полюбив всем сердцем Россию, Великая Княгиня посвятила русскому народу всю свою жизнь, совершая дела милосердия и благотворительности. Юбилейная дата 155-летия со дня рождения Великой Княгини стала для Марфо-Мариинской обители особым торжеством. Почтить память святой совместной молитвой сюда пришло столько людей, что стены храма с трудом вмещали всех желающих. Божественную литургию возглавил глава синодального отдела по церковной благотворительности епископ Орехвазуевский Пантелеимон. В богослужении принял участие детский хор свято-димитриевской школы. Под руководством Евгения Тугаринова, потомственного музыканта, выпускника Московской консерватории, председателя правления Русского православного хорового общества, 13 лет руководившего хором в Лондонском Успенском соборе. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В записях и дневниках Великой княгине и членов императорской семьи день рождения Елисаветы Фёдоровны никогда не упоминался как день особенно пышных торжеств. Божественная литургия и чаепитие в кругу самых близких, тёплые искренние поздравления, скромные подарки. Спустя многие десятки лет этот день и теперь празднуется в этой обители милосердия без помпезности, по-семейному. После богослужения Владыка Пантелейман обратился с архипастерским словом ко всем присутствующим. Я очень рад, что мы сегодня собрались в Маркваринской обители, которую создала, в которой жила, подвязалась, совершала подвиги любви, молитвы святая преподобная мученица. Очень рад, что пришла сегодня Дмитриевская школа. Мы с вами, школа находится в храме, посвященном царевичу Дмитрию. И, конечно, образ этого мальчика святого, который невинно пострадал, и, конечно, образ великой русской святой, святой преподобная мученица Эль-Совета, нельзя не полюбить всем сердцем и всей душой, нельзя не откликнуться на знакомство с этими замечательными святыми людьми, нельзя на это не откликнуться сердцем, нельзя не отозваться на вот этот образ. Эти образы живые, они же живы. Не только сохранились их слова, ну, как святой преподобный мучениц, не только рассказ, как о благоверенном царевиче Дмитрии. Но они живы, они сегодня с нами здесь тоже празднуют свой день рождения. После богослужения для всех желающих были организованы экскурсии по дому-музею Великой Матушки. Что касается программы юбилейного года в целом, то в обители будут проходить многие мероприятия, связанные с различными важными этапами жизни Елизаветы Федоровны. Они будут посвящены детству святой преподобной мученицы, ее приезду в Россию, традициям Императорского дома, а также 115-й годовщине гибели великого князя Сергея Александровича.